Ну, давайте будем с вами начинать. Сегодня мы поговорим, такая, я думаю, актуальная и интересная тема. Это обратная сторона интернета, вред или польза. Сейчас нынешнее общество, мы все с вами понимаем, что без интернета можно сказать никуда. Наверное, каждый человек, ну, во-первых, слышал об таком понятии, как интернет. И многие, ну, наше поколение и поколение наших детей, естественно, им пользуются и пользовались. Мы поговорим сегодня с вами о возможностях интернета, о вреде и пользе. И в конце я хочу дать именно те сайты, те онлайн-ресурсы, которые будут в пользу вам и будут приносить пользу детям. Если вдруг подробно по времени я не смогу прям глубоко уйти в них и рассказать их все возможности, они будут у вас в презентации. Татьяна Викторовна сказала, что презентация доступна для скачивания. В конце вебинара она еще раз расскажет, как это сделать, и вы сможете это сделать самостоятельно. Ну, давайте перейдем непосредственно к нашей самой теме. В современном мире сложно представить свою жизнь без использования интернета, как я уже сказала. С помощью интернета мы получаем массу полезной информации. Но мы, как взрослые, можем ее отфильтровывать и оставлять ту информацию, которая достоверна, которая необходима, которой мы можем пользоваться. Мы можем применить несколько источников. Но в силу возраста наши дети, ну и многие взрослые не могут именно делать правильный выбор, именно выбирать правильно. И в эти моменты, к сожалению, интернет будет являться стороной, поворачиваться вредной стороной к нам. Он будет вредным для его пользователя. Именно всемирная сеть стала для каждого человека уже неотъемлемой частью. Даже мы сейчас с вами общаемся при помощи интернета. Да, это большой плюс, это большая польза. Но многие специалисты начинают утверждать, что интернет приносит вред. Ну, давайте для начала рассмотрим его пользу. В мире много людей, которые пользуются компьютером каждый день. Они, во-первых, компьютером, во-вторых, любым гаджетом, да, будь то это смартфон, будь то это планшет и так далее. Эти люди уже не могут представить свою жизнь без использования всемирной сети, без использования всемирной паутины. А точнее считается, что интернет это самое великое достижение в мире. Уже, допустим, не надо идти в библиотеку, чтобы найти ту или иную информацию. А не искать эту информацию вручную, да, как это было ранее, когда мы брали книгу. Хорошо, если в ней есть содержание, а иногда в книге отсутствовало содержание. И ту или иную информацию нужно было искать именно перелистовая страница. И мы зачастую понимали, что, допустим, в этой книге, может, даже мы её там перечитали, мы её пересмотрели, перелистали, а информации нет. А вот в интернете можно найти эту информацию благодаря такому моменту, как поисковая система. Мы вбиваем то, что нам необходимо, да, и поисковая система уже нам выдаёт ответ. Именно всемирная паутина даёт информацию, которая может развиваться намного быстрее. Поэтому человек будет орудированным и способным решить много поставленных перед ним задач. И тут же открываются широкие возможности для детей с инвалидностью. То есть мы понимаем, что многие люди, имеющие инвалидность, они не могут, допустим, не настолько мобильны, насколько мобильен обычный человек, да, не инвалид. За счёт этого интернет большой плюс в образовании, в обучении, в общении для людей с инвалидностью. А некоторые могут при помощи интернета получить образование, дополнительную профессию или какие-то, как я уже сказала, дополнительные навыки. Это большой плюс для них. Кроме того, интернет, ещё один плюс интернета использования, он даёт способность общаться на большом расстоянии. То есть мы все с вами понимаем, что путешествие не всегда возможно, не всегда мы можем куда-то поехать, ограничены мы там временными рамками или какими-то средствами. И интернет даёт возможность общаться на большом расстоянии. Раньше нужно было ждать, допустим, пока человек, там, мы посылали телеграмму, мы посылали письма. Да, это, безусловно, сейчас тоже остаётся. Но раньше нужно было ждать, когда получит письмо человек, ответит. А сегодня можно в любое время суток позвонить, даже не нужно никуда идти, как ранее мы ходили к автомату, в который кидали монетку и звонили. Сейчас мы это делаем вот дома, можем позвонить на любой континент, даже видеть своего собеседника, как, допустим, мы сейчас с вами общаемся. И глобальная паутина, она стёрла границы между городами, между странами. Электронная почта, социальные сети, звонки, допустим, по скайпу, вайберу, ватсапу и так далее, позволяют связаться с людьми в любом месте земного шара. А это весьма удобно для тех, кто скучает и редко видится, допустим, со своими близкими или родными. Много интересного и развлекательного, ещё один из плюсов, можно найти в интернете. Допустим, посмотреть любимый или пропущенный фильм, пересмотреть его, да, не ждать, когда его покажут по телевизору, а пересмотреть, найдя в интернете. Следующий момент, в сети можно найти, допустим, какие-то развивающие игры. Это тоже большой плюс. О развивающих играх и их положительных моментах я тоже сегодня вам расскажу. Допустим, игры, которые тренируют память, игры, которые тренируют внимание, игры, которые тренируют логику и даже координацию, что немаловажно в дальнейшем развитии, во-первых, ребёнка и вообще в общем развитии человека. Но кроме этого существует мнение о том, что интернет вреден. Я уже говорила об этом, да. Из вышепереведённых доводов можно сделать вывод, что всемирная сеть, она очень нужна современному человеку и она приносит пользу. Но кроме этого и специалисты, и родители утверждают, что на детях, именно на детях, как я уже сказала, это та категория, которая не всегда умеет выбирать правильный контент, не всегда умеет выбирать правильную информацию в интернете. И здесь на них уже отражается вред интернета, особенно для детей. Первое негативное влияние – это стабильная зависимость от интернета. Сейчас многие, не только дети, но и взрослые, можно увидеть, как человек часы напролёт, он проводит, сидя именно за компьютером. И это нахождение за компьютером, оно, как бы, его обычная жизнь проходит мимо. Он её не замечает, то есть он углубляется полностью в интернет, и его обычная жизнь находится рядом, а он живёт в интернете. Судя по последним исследованиям, число зависимых от интернета растёт и уже превышает 15% всех жителей планеты. Уже половина из них являются теми, кто вообще не может прожить ни дня без интернета, считает интернет одним из источников своей жизни. Если говорить о развитых странах, то там уже интернет-зависимость – это проблема человечества. И с ней стремятся бороться и контролировать этот момент. Я сейчас рассказала об одной причине, есть ещё и другие. Например, следующей проблемой является, что долгое времяпрепровождение может негативно отразиться, в первую очередь, на зрение человека, так как идёт напряжение зрительного анализатора, и на его осанки. Особенно это касается детей, у которых ещё не сформирована ни осанка, и зрительный анализатор тоже, подвергаясь определённой нагрузке, может очень сильно изменяться. Кроме того, когда человек в длительное время находится в неправильном положении, это у нас проблема, как я уже говорила, с опорно-двигательным аппаратом. Но всё же современный мир невозможно представить без интернета. Уже более 30 лет онлайн-пространство предоставляет людям доступ к различным источникам информации, как я уже сказала, и коммуникативно объединяет все уголки нашей планеты и просто помогает украсить досуг. Всемирная сеть стала такой же неотъемлемой частью повседневности. И как электричество и водопровод. Мы уже, допустим, зачастую семья, выбирая какой-то даже тур в отпуске, либо сотрудник, выбирая себе жильё на момент командировки, он уточняет, есть ли в этом месте, где он будет проводить своё время, есть ли там интернет. Это одно из таких показателей, которые влияют на выбор места, либо проведения какого-то мероприятия, либо нахождение человека. И согласно статистике Международного союза электросвязи, которое является специализированным подразделением, он по состоянию на 2022 год уже доступ к интернету имеет более 67% населения Земли. И это число постоянно растёт. То есть интернет уже массово входит в наши дома и массово входит в нашу жизнь. Опять же, он задерживается в нашей жизни. О чём говорит этот показатель? В общей научном понимании массового распространения киберпространства свидетельствует о том, что наше общество технологически развито, что оно развивается. И с каждым днём всё больше сфер нашей жизни обретает альтернативу в цифровом формате. То есть мы что-то заменяем нашим интернетом, мы что-то заменяем нашей сетью. Мы можем говорить и о проводной сети, и о беспроводной сети, но сеть открывает людям море возможностей. Что же, опять мы поговорим с вами сейчас о положительных сторонах, о том, что же, какие плюсы мы с вами можем получать от интернета. Интернет у нас ускоряет передачу данных на расстоянии или для большого количества людей. То есть мы можем передать какие-то данные за несколько минут и оповестить, передать ту или иную информацию, оповестить о том или ином мероприятии очень быстро, допустим, при помощи рассылки. Также, как я уже говорила, что интернет открывает доступ к кластам информации в считанные секунды. Как я уже говорила, при помощи поисковой системы мы можем получить информацию из книжного архива, из онлайн-библиотеки. Допустим, мы можем посетить и увидеть коллекции картин в виртуальных музеях, что тоже немаловажно. Как я уже сказала, путешествия не всегда и все могут себе позволить. А познакомиться с коллекциями картин в виртуальных музеях мы можем. Это может быть также большим плюсом в образовательной среде. При помощи онлайн-экскурсий каких-то мы можем посетить те или иные музеи, не вывозя детей в тот или иной город. Также оптимизирует и автоматизирует процессы производства и интеллектуального труда. Сейчас мы все с вами знаем, что на многих фабриках, на многих заводах, допустим, в каких-то научных или других организациях детей сейчас... Простите, прошу, пожалуйста. Людей сейчас заменяют роботы. Тем самым избавляют человека в первую очередь от тяжелого физического труда, от физической нагрузки. И также роботы облегчают рутинную работу, которая зачастую тоже очень сильно влияет на здоровье человека. А также интернет позволяет выполнять коммуникативную, умственную, организаторскую и другую работу, находясь в любом другом удобном месте. Вы можете находиться дома, вы можете находиться на даче, вы можете находиться за границей. Наш дистант, наша удаленка – это именно и есть этот момент. То есть вы можете находиться где угодно. Главное, чтобы у вас был хороший интернет. Соответственно, вести мероприятие вы можете с любой точки мира, где есть интернет. Или же выполнять какую-то работу и потом ее отправлять уже как проделанную. Следующий момент, плюсы интернета. Он помогает преодолевать физические барьеры. Это, допустим, проблемы со здоровьем, как я уже сказала. Будь то это инвалидность или это какие-то ситуативные проблемы со здоровьем, мы тоже можем использовать интернет. В непогоду тоже мы можем общаться, мы можем обмениваться информацией, мы можем работать. Опять же, из удобного для нас места, но при этом при помощи интернета. И, допустим, какую-то вынужденную изоляцию, допустим, из-за карантина. Также интернет дает возможность сохранить работоспособность. И даже в непредвиденных ситуациях, как я уже сказала, во время эпидемии, будь то это эпидемия, допустим, будь то это банальная автомобильная пробка, будь то это еще какие-то моменты, которые могут препятствовать передвижению. Также интернет облегчает структурирование, хранение и перемещение информации как в глобальных, так и локальных масштабах. Допустим, интернет очень хороший момент использования, допустим, цифрового облака, цифровой карты памяти или виртуальной галереи, допустим, со смартфона или ноутбука. Здесь вы можете использовать облако, карту памяти, для того, чтобы не пользоваться памятью компьютера. Тоже большой плюс. Несмотря, опять же, на наши плюсы, мы возвращаемся к тому, что интернет может приносить и вред. Многие люди так считают. И они, опять же, настороженно относятся к гаджетам и просматриваются не только в обывательском, но частично и на государственном уровне некоторых стран. Если мы говорим о Китае, там уже интернет-зависимость признана психическим заболеванием. Она у них есть в классификации. И мы постараемся сейчас, опять же, разобраться со всеми плюсами и минусами всемирной сети, чтобы все-таки выяснить, плюс или минус интернет для нашей жизни. Мы будем говорить сегодня с вами о психологической зависимости. Всемирная сеть с каждым днем затрагивает, как я уже сказала, все больше областей жизнедеятельности, таких как техническое обслуживание, досуг, работа. И на фоне такой переменной люди столкнулись с проблемой чрезмерного увеличения киберпространством. Сейчас у нас киберпространство может быть, опять же, в положительном и в отрицательном мире. Но положительно то, что у нас сейчас даже придуман киберспорт. И именно киберпространство, оно у нас направлено в положительное русло. И интернет-зависимость, если о ней говорить, она является, пожалуй, одной из глобальных проблем современности. Она может проявляться как безобидной, но опять же на первый взгляд, бесцельной скролли, то есть бесцельное пролистывание ленты и доходить до ломок из-за того, что человек не может выйти в сеть. Практически у нас зависимость как наркотическая. И здесь, по словам доцента кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения МГУ, около 77 или 10% земли страдают от цифровой зависимости, а еще около 40 предрасположенных дней. То есть можно говорить о том, что интернет-зависимость может охватить почти 50% населения. Официальной статистики страдающего от нового недуга пока нет, так как часть населения, старкнувшись этой проблемой, она не прибегает к помощи к чьей-то, она не прибегает к помощи врачей и считает для себя это нормой. Первым термином интернет-зависимость вынес на рассмотрение американский врач Иван Голдберг. Считается, что многие виртуальные реальности пытаются восполнить проблемы в реальной жизни, то есть заменить свою реальную жизнь на виртуальную. И у людей с уязвленной психикой этот процесс происходит куда болезненнее. Ученые выделяют два вида протекания заболевания. То есть у нас интернет-зависимость Интернет-зависимость у нас может быть в двух направлениях. Первое – это мыслительная деятельность. У нас начинает проявляться заболевание в мыслительных отклонениях. Мыслительные отклонения выражаются в проблемах коммуникации с окружающим миром, с коллективом. Начинается нарушение мыслительных процессов. Начинается ухудшение внимания. Начинается ухудшение памяти. И может интернет-зависимость проявляться в физических симптомах. Здесь у нас могут выражаться в появлении бессонницы. Могут затрагивать сердечно-сосудистые системы. То есть появляться у нас сердечно-сосудистые заболевания. Опять же, чрезмерное увеличение гаджетами оно широко сейчас используется во всем мире. И общественности-активисты еще в 2021 году решают обратить внимание людей на важность балансирования между реальным и виртуальным миром. Они говорят о том, что большая часть людей сейчас уходит в виртуальный мир и на реальный мир у них остается очень-очень мало времени. И они подходят к этому вопросу кардинально и предлагают один день в году проводить так называемый цифровой детокс. Идею эту поддерживают во многих странах. И жители разных стран с тех пор, в последнее воскресенье, января, во всем мире отмечаются как день без интернета. То есть таким образом они пытаются обратить внимание на эту проблему. Несмотря на вышеперечисленные минусы, влияние интернета, влияние компьютера, Виктория Барцалкина не рассматривает этот вопрос слишком категорично. Она говорит о том, что с одной стороны человек может стать психологически зависимым от гаджетов, что принесет вред его здоровью. А с другой стороны, как любой инструмент, интернет требует умения обращаться с ним. Мы с вами сейчас тоже поговорим о том, как же все-таки правильно обращаться с интернетом и как этому научить детей. Смотрите, если говорить об интернете, можно его сравнить, допустим, с тем же самым витамином или с той же самой таблеткой. Если применять его правильно, если правильно дозировать и соблюдать определенные условия, то та же самая наша таблетка будет у нас приносить пользу. Если же мы, допустим, либо не соблюдаем условия приема, либо у нас идет превышение дозы, либо мы неправильно употребляем ту или иную таблетку, тот или иной витамин, то, естественно, даже то, что создано приносить пользу, у нас будет приносить вред. Нельзя запретить интернет из-за негативных последствий и из-за негативного влияния на людей. Ведь человек может получить привязанность как здоровую, так и нездоровую по отношению к любому предмету, как я уже сказала, будь то это таблетка или будь то это интернет. Единственным верным способом является либо самоконтроль, либо внешний контроль, если человек вообще не готов к этому, если это ребенок, то мы прибегаем к внешнему контролю, или же своевременное обращение к специалистам. Влияние интернета на физические отклонения мы сейчас сами тоже рассмотрим. Первое – это мобильность современных компьютеров и изобретение портативных устройств привели к появлению вредных для здоровья привычек. Допустим, при появлении многих гаджетов для работы уже не обязательно сидеть за рабочим столом. То есть у нас меняется уже положение нашего тела. И из-за этого многие люди перестали следить за положением тела, что тоже является отрицательным моментом. И, допустим, сидя на диване, сложнее держать корпус и следить за расстоянием глаз от монитора. Те, кто может позволить себе работать, допустим, с телефона, они вообще могут делать это лёжа и опять же подносить, допустим, телефон довольно-таки близко, что может влиять на зрительный анализатор. И зачастую из-за лишней физической расслабленности во время просиживания за цифровым устройством у людей начинает ухудшаться осанка, что при запущенности может привести к развитию сколиоза. Проблема нездорового положения спины особенно актуальна для детей и подростков. Здесь мы понимаем, что организм ещё формируется и положение, неправильное положение тела может сформировать неправильную осанку. Помимо искривления позвоночника неправильная или же нечрезмерная долгая работа с гаджетами вредит зрению. Степень утомления глаз опять же зависит от множества факторов правильности настройки дисплея до характера деятельности пользователя. Здесь мы с вами понимаем, что родителям, ну, как совет, смотреть тот момент и настройки дисплея, чтобы это была нормальная яркость, это был нормальный шрифт, это была доступная цветовая схема и комфортная цветовая схема для глаз. Условно классифицируются четыре вида работ с гаджетами, это менее загруженная из них, называется это считывание информации с экрана монитора, то есть чтение, скроллинг ленты, то есть пролистывание ленты и просмотр медиафайлов. Здесь офтальмологи советуют подобрать оптимальные настройки устройства для комфортной работы зрения, допустим, как я уже сказала, сделать комфортную яркость, комфортный масштаб и выбрать другие комфортные характеристики экрана. Также окулисты дают настоятельную рекомендацию, небольшие перерывы проводить, когда человек работает с той или иной информацией. И проводить гимнастику для глаз советуют каждые 40-45 минут. Свобода самовыражения, это тоже является одним из отрицательных моментов. Здесь всемирную сеть стоит рассматривать со всех сторон. Мы отмечаем как плюсы, как я уже говорила, так и минусы. Здесь интернет пришел в жизнь людей вместе с снижением уровня акцендуры, что тоже не очень хорошо влияет на нашу деятельность. Все доступность информации и сильное размытие нравственных границ тоже никто не отменял. Возникновение таких явлений, как кибербуллинг, то есть травля в интернете и фейковые новости, они подлили множество разговоров о том, чтобы ввести виртуальный этикет, о том, чтобы пресекать эти моменты и о том, чтобы сделать наш интернет чистым. Почему это происходит? Мы с вами понимаем, что написать негативное сообщение в виртуальном мире естественно проще, чем в реальном. Можно отправить его анонимно и тем самым избавиться от последствий испорченной репутации, тем самым избавиться от ответного удара в свою сторону, особенно если это страница, с которой вы пишете, допустим, какая-то фейковая, то тут вообще человек может делать все, что угодно. Плюс человек может решиться на нелицеприятность с меньшей долей сомнений в силу того, что в онлайн режиме не придется смотреть человеку в глаза и не придется рисковать понести ответственность за сказанное. На данный момент пользователям приходится самим цензурировать контент, самим убирать нецензурный, допустим, контент, что в условиях стремительного информационного потока не так просто. Допустим, в некоторых группах мы все с вами отлично знаем, что есть, допустим, какие-то модераторы, есть администраторы, но не всегда, во-первых, чисто физически модератор или администратор может охватить все это. И не всегда временные рамки позволяют сделать администратору или модератору это. Следующий момент положительным является наше самовыражение, про негативные моменты я уже сказала, но есть и позитивные моменты, которые есть у нас в самовыражении. Положительные стороны проявившейся свободы самовыражения тоже велики. Благодаря цифровому пространству каждый человек имеет возможность заявить миру о себе всего лишь в пару кликов, находясь хоть в самом центре, допустим, цивилизации, хоть за тысячу километров от нее. Нам не нужно идти пешком в Москву, чтобы показать какие-то свои способности. Мы можем при помощи интернета направить ту или иную информацию. Мы при помощи интернета можем пройти собеседование, мы при помощи интернета можем пройти какие-то курсы и при помощи интернета опять же мы можем самовыразиться, мы можем рассказать о себе, мы можем заявить о себе. Допустим, художник даже из небольшой деревни, если там есть интернет, если есть такая возможность, с помощью интернета может получить шанс продавать свои картины, допустим, о каких-то крупных мировых аукционах. Или ученый, работая сутки напролет в своем кабинете, обычно у нас ученые не хотят выходить из своего кабинета, им комфортно там и может доносить плоды своих трудов до миллионов людей, опять же, не выходя из своего кабинета, не выходя из своего дома, что тоже немаловажно и дает большой плюс. Точно так же многие артисты и певцы свои песни, свои произведения могут направлять при помощи интернета в ту или иную студию. И таким образом, первое, не тратиться, у нас нет временных затрат, у нас нет финансовых затрат, чтобы добраться в то или иное место, а мы получаем по факту то же самое. Следующий плюс всемирной паутины для некоторых это возможность работать на дому представителей опять же самых разных профессий. По данным социального опроса Бюро трудовой статистики США, которые были проведены еще один раз в 2005 году, это около 7,4% рабочей силы государства составляют свободные люди. А уже почти через 20 лет, в 2022 году эта цифра увеличилась по трое. Благодаря инновационным технологиям по процессу обработки запросов на оказание профессиональной помощи или указания услуг по консультированию граждан, что в различных ассоциациях, в различных корпорациях они происходят в разы быстрее. И человек может получить помощь как можно быстрее. сейчас еще это плюсы, но одним из минусов становится тот момент, что около 20% современных подростков сейчас читают меньше, стали меньше читать книги. При этом общая читаемость среди людей разных возрастов с появлением виртуального пространства напротив повысилась. Но такой диссонанс подростки стали читать меньше, но в момент прихода интернета в нашу жизнь людей читающих стало больше. Здесь население среднего возраста стали читать больше, но немножечко огорчает тот момент, что у нас подростки стали читать меньше. Также благоприятна цифровая эпоха повлияла на обучаемость детей чтение и письмо. Это связано с тем, что детям на многих площадках, во многих играх необходимо взаимодействовать с текстом, то есть опять же с различными видами текста, допустим, с чтением материалов в сети или допустим написанием каких-то сообщений, написанием каких-то ответов, все это приводит к тому, что ребенок научается дальше использовать текст. Если говорить об исследованиях влияния интернета на подростков, то многие исследования говорят о том, что образованность современной молодежи помогает поддерживать не только внушительный ежедневный объем информации, мы все с вами понимаем, что посмотреть видео намного проще. И эти видеоисточники тоже являются большим подспорьем к освоению той или иной образовательной информации. Еще есть такой момент, как самообразование, которое мы тоже можем применять при помощи интернета. Кроме пользы самообразования ученые отмечают плюсы для и государственной образовательной системы. Многие наши ученые, профессора говорят о том, что интернет сделал учебу более дешевой и доступной. Также интерактивное обучение позволило увеличить количество студентов, кроме обычной зубрежки текста, можно получать эту информацию из мультимедийных и даже часто развлекательных онлайн источников. То есть наша сухая такая неинтересная информация, ее можно адаптировать под игру, под развлечение, так называемая гемификация, которая у нас уже тоже плотно вошла в нашу жизнь. В понимании обычного выпускника школы это делает учебу не такой скучной, потому что сейчас, как я уже сказала, гемификация, она плотно вошла в нашу жизнь, игры плотно вошли в нашу жизнь, и многие, это независимость, но многие воспринимают так эту информацию быстрее и легче. В понимании обычного ученика, выпускника школы, это дает возможность решиться, допустим, легче поступить в какой-то луг. Если говорить о России на современном этапе, то видеоигры могут способствовать развитию памяти, развитию внимания, развитию логического мышления. Большое разнообразие контента, пожалуй, самое главное достоинство всемирной паутин и ее многоликости. Мы с вами отлично знаем, что контент и информация постоянно пополняются в сети интернет, она постоянно увеличивается, и это тоже является большим и плюсом, и большим минусом. Найти контент на свой вкус становится сейчас все легче, а с каждым днем его количество только увеличивается, огромное разнообразие материала является полезным как в образовательных целях, так и в качестве доступа. Ответ на многую часть вопросов мы начинаем искать при помощи интернет-поисковика на одном из многочисленных порталов. Это логично, мы все с вами понимаем, что в сети можно узнать о событиях из любого региона и мира. От сводок новостей до развлекательных телепередач и вся информация находится у нас под рукой. Чаще всего это наши смартфоны, это наши телефоны, планшеты, которые у нас чаще всего рядом с нами. Конечно, влияние интернета, как и любая вещь, имеет и позитивные, и негативные стороны, но мы все с вами понимаем, что без интернета мы уже никуда. современный мир с каждым днем становится все более и более компьютеризированным, и в будущем присутствие технологии в нашей жизни будет только увеличиваться, и в этом заключается этот процесс. сейчас у нас очень плотно входит в нашу жизнь наш искусственный интеллект, и отказываться от благ цивилизации глупо и бесполезно. Это одна опять же из форм ухода от реальности. То есть мы говорим о том, что интернет это уход от реальности, но и отказ от интернета это тоже уход от реальности. Тем не менее, чтобы полностью не потерять себя, тем не менее, чтобы ребенок полностью не потерялся у нас в нашем виртуальном мире, нужно как минимум заниматься контролем или самоконтролем. Что же мы можем порекомендовать допустим родителям? Какие советы по безопасности допустим для детей разного возраста? Что могут дети в возрасте 5-6 лет? Если уже так рано мы подключаем детей к интернету. Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. Они гордятся своим умением читать и считать и также любят делиться своими идеями. Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в использовании игр и работе с мышью, они сильно зависят от вас, от вас как родителей, так и воспитателей, и как же помочь сделать это безопасно. Желательно в этом возрасте работать в интернете только в присутствии взрослым. Необходимо доносить до ребенка, что интернет это не реальная жизнь, а своего рода игра и стараться направить его усилия на познание мира. также рекомендуем добавить детские сайты в раздел избранное и создать такую допустим папку. Использовать специальные поисковые системы детские, использовать средства блокировки нежелательного контента как дополнение к стандартному родительскому контролю и научить ребенка не выдавать информацию себе и своей семье в интернете. Также необходимо создать такие отношения, чтобы ребенок сообщал о любых угрозах или тревогах, которые связаны с интернетом. Если мы с вами говорим о более старшем возрасте, о возрасте 7-8 лет, здесь для возраста детей этого возраста абсолютно естественное желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения родителей. В результате, находясь в интернете, ребенок будет пытаться посетить те или иные сайты, на разрешение и посещение которых он не получил бы от родителей положительного ответа. Поэтому в данном возрасте особенно полезны будут отчеты, которые будут предоставлять родительский контроль. То есть тот компьютер или тот гаджет, который будет использовать ребенок, необходимо здесь поставить отчет родительского контроля. В результате у ребенка не будет ощущения, что вы смотрите через плечо, где вы подглядываете, посматриваете, но вы будете знать, какие у вашего ребенка интересы и какие сайты он посещает. Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста любят играть в сетевые игры, путешествовать по интернету и вполне возможно, что они могут использовать электронную почту, заходить на сайты, которые могут быть не рекомендованы родителями. А здесь что можно посоветовать в плане безопасности этого возраста? создание домашних правил посещения интернета, просить от ребенка соблюдение временных норм нахождения за компьютером, показать ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это хочется, а потому, что вы беспокоитесь о его безопасности. То, что вы не доверяете ему, а то, что вы хотите просто его обезопасить. приучить детей посещать только те сайты или создать ребенком так называемый белый список. Компьютер с интернетом должен находиться в возможности доступа родителя в любое время, использовать, как я уже говорила, блокировку нежелательного контента, научить детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия, использовать фильтры электронной почты для блокирования сообщений так называемого спама, и не разрешать детям использовать службу мгновенного обмена сообщениями. В белый список вносить только сайты с хорошей репутацией, не забывать беседовать с детьми, ну, вообще, в принципе, не забывать беседовать с детьми, потому что, к сожалению, многие родители, и доносить опять же этот момент до родителей, что с детьми просто нужно беседовать о друзьях в интернете, об интернете, и даже если речь идет о друзьях в реальной жизни. И опять же, приучить ребенка сообщать о любых угрозах, тревогах, и оставаться спокойными, напоминать о безопасности, и говорить детям о том, что они в безопасности, если рассказали вам. Следующий возраст, это 9-12 лет, в данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация существует в интернете, и нормально хотят это прочесть, услышать, и так далее. Здесь у нас такие же правила, которые были до этого, но первое одно из правил, такое оно как бы непоколебимое, это доверительное отношение с ребенком и не сильно жесткий контроль. Если мы с вами говорим о возрасте 13-17 лет, в данном возрасте родителям часто уже сложно контролировать своих детей, так как об интернете они уже знают значительно больше своих родителей зачастую, и тем не менее особо важно соблюдать правила интернет-безопасности, потому что как ни крути, это еще дети, и здесь необходимо также просматривать отчеты о деятельности детей в среде интернет, и обращать внимание на необходимость содержания родительских прав, пароля администратора и так далее. Это та информация, которая может обезопасить ребенка и может помочь как и педагогу, так и родителю более комфортно составить пребывание ребенка в интернете. Но у нас остается буквально три минутки. Смотрите, большая часть презентации это именно те онлайн-сервисы, я о них сегодня не рассказывала, чтобы не затрагивать наше время. это сайты, которые вы можете использовать, сайты есть с бесплатным контентом и с платным, но по большей части это бесплатный контент, который вы можете использовать как в образовательном направлении, так и в развлекательном направлении для детей. Вы можете эти сайты советовать, как использовать их. Они будут и развивать внимание, они будут развивать память, они будут развивать топику, они будут образовывать ребенка, такие плюсы. Но опять же, это все должно быть в определенной дозировке. Вы можете использовать эти сайты на своих занятиях, если это позволяет, или же давайте, допустим, как дополнительное домашнее задание или дополнительное задание в классе, опять же, если это позволяет техника и оборудование. Если есть какие-то вопросы, я смотрела в вкладочке «Вопросы». Так, Дмитрий, вопрос. Какие, на ваш взгляд, тенденции ожидаются в развитии интернета? Как он еще изменит нашу жизнь в будущем? Как интернет еще повлияет на культуру и традиции? Ну, если чисто вас интересует мой взгляд, да, то я считаю, что интернет очень плотно будет входить и входить в нашу жизнь. Что он и делает сейчас. Сейчас он уже, ну, не только интернет, а вся эта удаленка, она занимает очень много нашего времени. Нет, он изменит нашу жизнь, но личное общение все равно, к счастью, никто не отменял. Оно будет и оно есть. Что касается культуры и традиций, это, наверное, больше влияние государства. И те государства, которые, ну, спустят это, то культура и традиции не сохранятся. А мы все с вами понимаем, что государство, что народность, это в первую очередь культура и традиции. И если упустить эти моменты, да, то культура и традиции народ может просто потерять. А я все-таки позитивно верю в то, что наша страна будет поддерживать и культуру, и традиции, сохранять ее на должном уровне. И именно на нашу страну культура и традиции будут превыше всего и подняты на достойный уровень. И сохраним мы и свою и культуру, и традиции. Если есть еще вопросы, вот буквально 30 секундочек. И скачайте, рекомендую скачать презентацию. Надеюсь, она будет вам интересна и полезна именно с сайтами. Но, насколько я вижу, вопросов нет. Было очень приятно с вами работать. Большое спасибо, что были сегодня с нами на вебинаре. У меня все. Всего доброго. До свидания.